Первоклассник попал в больницу с сотрясением головного мозга после жестокого избиения на уроке физкультуры. ЧП произошло в одной из школ города Химки. Дети набросились на своего одноклассника по прямому указанию педагога. Подробности на месте выясняет наш корреспондент Денис Алексеев. Он сейчас выходит с нами на прямую связь. Денис, приветствую. Итак, что говорят в администрации школы? Что рассказывают дети и сам учитель, который, собственно, и спровоцировал вот эту вот драку? Да, приветствую. Но вот уже известно, что учитель физкультуры, которая предложила устроить, цитата, «день каннибала», уже написала заявление по собственному желанию. И в этой школе номер 22 города Химки уже не работает. И сейчас здесь вакансия открыта. Что же можно сказать, в принципе, что дети остальные сейчас находятся в безопасности? Что же касается самого Вани Орлянского, то ему сейчас предстоит длительная реабилитация и работа с психологом. С ним пообщались мои коллеги. И вот на первый взгляд, судя по его рассказу, он для первоклассника, который пережил такую страшную, по сути, для него ситуацию, он держится очень стойко. Давайте посмотрим. Она подошла ко мне и сказала, это человеческое мясо, давайте отрежем ему ногу и съедим. И все дети накинулись на меня. Сначала появилась информация, что учитель физкультуры Башкирова, она так поступила и дала команду избить ребенка из-за того, что он якобы упал в спортивном зале и долго поднимался, чем вызвал ее раздражение. Позже уже версия поменялась, она сама свою версию озвучила. Но вот я думаю, что не важны на самом деле причины такого поведения, когда вот такой результат. Давайте посмотрим. У нас есть тоже короткий фрагмент. Он сидел, поправлял кроссовок, ему сняли его. Он сидел. Ваня, встаем, Ваня не встает. Я вот у меня вот так выразился, я некорректно. Я сказала, говорю, ну дети, сегодня у нас будет пир каннибалов. Кто желает кусочек мяса? Все. Многие в интернете уже начали обвинять и самих детей, которые участвовали вот в этом, цитата, опять же, дне каннибала. Однако вот родители других одноклассников Вани Орлянского, когда узнали о произошедшем, они, собственно, все заняли единую позицию. Впрочем, как заняли одну позицию и педагоги этой школы. У нас есть комментарий уполномоченного по правам ребенка по Московской области и директора этой школы. Давайте послушаем. Самое важное, что в этой ситуации родители этого класса все поддержали мальчика и его родителей. Понимаете? Это очень важно. Это значит, что в дальнейшем, когда ребенок вернется в класс, он не получит негативной реакции, негативного отношения к себе. Педагогический стаж 15 лет. Долгое время работала в старших классах, около 10 лет. В этом году приняла решение о том, что будет работать в начальной школе. Поработала вот немного, как полгода. Замечаний по чему-либо подобному или нареканий со стороны родителей и тем более учеников к руководству школы на Ольгу Александровну не поступало. Конечно, всегда бывают люди, которые за и против. Так всегда бывает. Старшие дети, с которыми она работала, несомненно, все в поддержку Ольги Александровны. Но педагогический коллектив понимает, что те слова, которые были сказаны, для учителя недопустимы. Как я уже сказал, Башкирова в школе больше не работает. Но вот еще следователи будут проводить с ней работу, разбираться в этой ситуации. У нас есть комментарии Следственного комитета по поводу доследственной проверки. Давайте тоже послушаем. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении 8-летнего мальчика на уроке физкультуры. Инцидент произошел в одной из школ городского округа Химки. Якобы в процессе проведения урока физкультуры ученики первого класса подвергли извиению своего 8-летнего одноклассника по инициативе учителя. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Действительно громкая, ужасающая история. Уже о ней знают не только в городе Химки, но и в Москве, и вообще по всей России разносится информация. Сегодня же уже прокомментировал ситуацию мэр Химок. С ним мы позже пообщаемся уже лично. Я думаю, что в ближайших часах расскажем и покажем, как он прореагировал. Пока такая информация, следим. Студия. Спасибо, Денис. Денис Алексеев рассказал о жестоком избиении ребенка по указанию учителя в подмосковной школе, которая объявила День каннибала.